Итак, всем привет, давайте с вами поиграем в GTA Cascade. Давно мы в него не играли, я вам обещал, что мы его пройдем, но какая-то загвоздка вышла, и вообще я не сохранился тогда. И вот не знаю, будем мы его проходить или нет, но давайте тогда сейчас просто поиграем в эту серию, а потом я уже подумаю, буду проходить или нет. Посмотрим вообще на активность под этим видосом, как вы будете смотреть, и вообще, хотите ли вы... Так, а как он тут проехал-то через стену? О, у нас тачка проводится, входит с текстуры. Вот, посмотрим на активность этого видоса, если она будет хорошая, и вы заходите, чтобы я допрошел GTA Cascade, я его пройду. Так что, пацаны, если хотите, да, то дерзайте сразу. Так, а что у нас лес такой? Ну лес какой-то, кстати, убогий вообще. Вот в этом вот месте. Не, ну нормальный лес, более-менее, но можно было сделать, конечно, получше. Так. Ну тут мы с вами ездили уже. По реке бы по этой проплыть. У меня тут не установлен спаун-машина? Не, спаун-машина у меня тут не установлена. Но мы с легкостью можем где-нибудь раздобыть лодку. А, даже подстрелить... Не надо. Можем просто забрать лодку и все. Все, садимся. С бензопила нам сейчас не нужна. И вот так вот я попробую сейчас просто проплыть. Вот тут вот посмотреть, как вообще каскад... В каскаде вот эта вот река, куда она идет и как вообще. Проработано, не проработано. Ну тут сразу вижу, что не особо. А, хотя да. Не, нифига. Мы прямо с вами провалимся под текстурки. Вот. А с той стороны у нас что? Ну получается только вот эта вот часть у нас проработана, где именно сама река протекает. А дальше нет. Походу. Можем с этими катерами, кстати, поплавать. Подрезать вот этот катер. А тут у нас мост, да? Который перекрывает. Но нам, в принципе, не помешает. Мы можем и через него. Так, а тут что? Мы сейчас тупо под текстурки, да, провалимся, да? Ну да. Да. Эта фигня особо неинтересна. Побежали сейчас куда-нибудь, я не знаю, в город тогда. Потому что, ну, речку мы с вами полностью сейчас посмотрели. Тогда-то мы ее... Ну, с джетпаком, да, ее посмотрели вроде. Не знаю, почему я сейчас ее пересматривал. Ну, тут какой-то водоем, смотрите. Какой-то бассейн. Вот такого, пацаны, я точно не видел. Что вот плитка вот так вот была. Капец. Вот такой вот вертикальный. Вот горизонтальный, ладно. Вот вертикальный, вот такая. Немного нереалистична. Ее бы еще чуть-чуть, не знаю, под наклоном, да, сделать. Но было бы хорошо. Нифига себе, а тут у нас что такое? Какой-то... Какой-то тоннель, труба какая-то. Куда она идет вообще? Приведет ли эта труба нас куда-нибудь? Знак аварийного выхода. Ух, ничего себе, тут мотак стоит. Тут мотак и какая-то карта. Что это за карта? А, это, походу... Карта вот этого вот водопровода или что это такое. И мы по ней можем вот так вот покататься. В принципе, кстати, прикольно. На мотаке хорошо, что тут стоит мотак. Раз. Ничего себе, сколько тут путей. Ну, я вот это вот выберу. Проедемся, посмотрим. Тут опять дофига путей. А если вот сейчас вот чисто, вот мы сейчас прямо будем ехать и все. Ну, типа, не сворачивай никуда. И вообще, я не понимаю, зачем эта фигня сделана. Тут метро нету, как в Криминальной России. Помните, в Криминальной России тоже были всякие тоннели. Но метро... Ну, там было метро, да. А тут нет ничего. Кстати, как в Старом Каскаде нет свободной камеры. А вот в Старом Каскаде реально была свободная камера. Так, там тоже у нас камера. Ой, не камера, а что это? О, а тут что у нас? Это типа... Выйти можем так? Что у нас тут вообще? А, мы с вами под миссией. Тут у нас миссия должна быть. Понятно. Все, давайте тогда выезжать. Так. Все, поехали туда. А это у нас уже к речке ведет вот это, да? Да. Ну-ка, под воду мы заедем? Не. Выезжаем побыстрее. А то мы утонем. А тут что у нас? Давайте сюда заедем. Ну, можно, кстати, да, немного покататься по этому тоннелю, но все равно не очень как-то интересно. В нем... Мне кажется, в нем что-то должно быть, но это надо прям очень долго кататься. И как мне кажется, это неинтересно. А выход-то где? Выход только туда, если. Ну, вообще, как-нибудь я выйти по-другому могу отсюда, нет? Или я так и буду кататься туда-сюда? До бешеных скоростей просто можно разогнаться. А там что у нас? Что-то я видел. Нифига! Восход тут есть у нас. В принципе, можно на восходе будет потом. Картинг тут тоже есть. Смотрите. На картинге, походу, можно... Если разогнаться, можно прям хорошо тут покататься, нет? Не, нифига, пацаны, на картинге тут неинтересно. Восход надо брать. Но самое фиговое, то, что мы на этом восходе отсюда не выехали. Мы вообще, даже на этом спортбайке. Поехали. Это Ява, пацаны. Извиняюсь. Что, реально Ява, что ли? Да ну нахрен. Ява, пацаны, реально Ява. С стороны на восход была похожа. Хотя вот такая же вот Ява была в ГТА Львове. Практически такая же. Или такая же. Но там было понятно, что Ява. А тут что-то сразу так и не поймешь. Хотя вот когда я прочитал то, что это Ява, мне все больше и больше. Теперь кажется, что это Ява. Хотя это она и есть. Давайте выезжать как-нибудь попробуем отсюда. Что тут у нас написано-то, реально? А, Герой Асфальта, 23-й регион. Выехать-то отсюда можно, нет? Так, мы вернулись к тому же самому месту, где мы и были. Мне кажется, мы что-то делаем не так. Ну, походу, только через воду нам выбираться можно будет и все. Ну, да. Не, ну, Ява мы утопили точно. Ну, сейчас тогда только выплывать. Сейчас тогда на реактивном ранце вылетим отсюда. Здесь, конечно, получится. Это что такое? Скутер какой-то валяется. Походу, тут не должно было быть воды. О, все, вылетаем. Все, наконец-таки. Такое, знаете, интересное место. Ну, его можно было, конечно, там еще поддоработать. Менты, кстати, в дом въехали. Давайте посмотрим, какие тут тачки стоят. 124-й. Гольфак, походу, да? Гольф. Гольф стоит. И 126-й. Мерс. Че, можешь 126-й взять? Еще 124-й есть. В принципе. Я со 124-м хотел почему-то сравнить. Офигеть. У 126-го вообще звука нет никакого. Блин, вот кабана устанавливал. Это 140-й кузов. Для ГТС Андреса он был не своих размеров, то есть, не настоящих. А тут вот я смотрю, он настоящих размеров, то есть, только это не кабана, а 126-й. Е-мое. 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 Не может такого быть, чтобы он был настолько больше 124-го. Ну, в принципе, походу, может. Поехали на 126-м кататься. Он какой-то медленный и беззвучный. Одесс-бук есть. У него такое ощущение, как будто вообще мотора нету. Настоящего такого точно нет. Настоящий бы ездил. Кстати, вот эта вот моделька этого москвича нравится. То, что именно не тем, как она сделана. Кстати, помните, в Криминальной России мы с вами делали обзор на москвич 412-й? Ну, тут, короче, вот этот прям сборная солянка. А именно сама... Ну, короче, он сам москвич. Это первая моделька москвича. И он... Ну, не особо похож на москвич. Не, ну, похож, конечно, но это не москвич нихрена. То есть, искажены все пропорции. Зато у него есть какая-то вот своя физика. Он какой-то прям высокий такой. Не, ну, тут он вообще неинтересный никак. Кс. 5, 6, газелька стояла. Ну, это я не хочу. Что, может, альфец взять? Блин, врезались в москвич. Забрали москвич. А, нет, мы в него не врезались. Забрали москвич, появился новый москвич. Только уже другого цвета. Эх, чудеса в GTA San Andreas. Чудеса спавна. А, и тут уже 126-й новый стоит. Не, лучше возьму тройку BMW. Вот у него есть звук. Ну-ка, тройка BMW. Походу, знаете, что мне кажется? 124-й тут слишком маленький. Он не должен быть таким. Да, и E30-я какая-то, смотрите, модель какая-то вообще некачественная. Ни разу просто. Мне нравится тут на 124-м ездить. Ну, нравится, не нравится. Поедем все равно на 126-м. Хочу его попробовать хоть как-нибудь разогнать. Какой он вообще овощной тут? Или он просто медленно разгоняется? Какой-то электрокар, походу, вообще. Мерседес на электрическом моторе. О, 220-й. Давайте их по размерам сохраним. Ой, 221-й по размерам просто посмотрим. Насколько они схожи. Не, походу, 126-й здесь реально каких-то гигантских размеров. А он таких размеров не должен быть. Ну, людей пытаются наехать, и не получается. Ни фига. Ничего себе там денег. Офигеть. Вот тебе и 126-й. Ну, все. Вот это вот горбатый запорожец. Вот это вот машина, пацаны. Вот это да. Даже шестерка малюсенькая. Малюсенький. Мне кажется, он тут меньше, чем должен быть. Колеса еще тоненькие, как на велосипеде. Ладно, пацаны, мне кажется, мы на этом закончим. Вот. Пишите в комментариях, проходите ли нам или нет GTA Cascade. Ух ты че, чувак! Посмотрим на активность, и, может быть, с вами допройдем его. Все, пацаны, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...